Девушки отдыхают И новинка от 1С — игрушка-периметр Все это через пару минут, ну а пока — новости Представители ID Software самым серьезным образом огорошили игровое сообщество Заявив, что Sugar Quake 4 недостаточно готов для того, чтобы быть показанным на выставке QuakeCon Игра находится в разработке вот уже три года, а все, что мы видели — это несколько просочившихся в сеть концепт-изображений Президент ID Тодд Холлинсхейд заявил, что вроде как и не было никаких планов показывать Quake на выставке А главный дизайнер Тим Уиллитс добавил о себя Мы довольны тем, что вырисовывается у Raven, но, увы, показывать это слишком рано Словом, когда игру покажут народу, так до сих пор не ясно, не говоря уже о том, когда она выйдет в свет Самое время разыграть диск от нашего партнера CD-центра Gigabyte Игрушка Turac Evolution прямо сейчас может стать вашей Для того, чтобы получить эту игру, вам нужно первым прислать правильный ответ на мой вопрос на пейджер-редакции Вопрос такой — как зовут главного персонажа этой игры? Продолжаем! Далее в программе мини-игры для ваших сотовых телефонов Сегодня обозреваем игрушку Египет Квест Приключения Лары Крофт продолжаются Только вот выглядит она на этот раз как-то совсем уж подозрительно Основная задача игрока, глуждая по лабиринтам мистических катакомб египетских пирамид Расставить в указанное место несколько предметов Как только все вещи окажутся на своих местах, перед вами откроется дверь на другой уровень Вроде бы все предельно просто Однако, скажу честно, игрушка не из простых Их вспотеть вам придется уже на втором-третьем уровне Графика выполнена отлично, да и с озвучкой разработчики постарались В результате мы имеем отличную качественную головоломку Которую придется по вкусу всем любителям логических игр Все игры, представленные в нашей программе Вы без труда найдете в фирменных отделах компании Гигабайт Адреса магазинов вы видите на своих экранах Но от себя добавлю, что Гигабайт представляет Самый большой в нашем городе выбор игр для PC А также впечатляющий ассортимент софта, музыки и фильмов на DVD А купив диск до 20 июня, вы сможете поучаствовать в мгновенной лотерее А теперь тройка лидеров игропроката недели На третьем месте на этой неделе игрушка Quake 3 Кровавая Ралли Гоночная аркада на ядре третьего Quake Как и во всех играх жанра рейсинг, цель здесь обогнать всех Однако, мрачные корни старшего брата этой игры не остались незамеченными Кровавая Ралли изобилует насилием и аркадными элементами Ракетоподобные болиды носятся по трассам, сметая все на своем пути Здание, конкурентов, зрителей Что и не говори, хорошая игрушка Но, вот выдержит ли все это ваш измученный мужичок, я бы сказал, не факт Брид на этой неделе опустился на вторую ступень пятистала подсчета Отличный экшен нового поколения Возможность управления техникой Практически полная интерактивность окружения Если вы в восторге от Хала, Хром, Unreal 2004 и Far Cry Обязательно попробуйте и эту потрясающую игрушку Ну а чемпионом этой недели стала игра под названием Периметр По сути, это приквел к нашумевшим некогда вангерам Действие происходит в той же вселенной Но за несколько веков до событий, описанных в оригинальной версии игры от Katie Labs Периметр — это настоящий прорыв в области стратегии Нетривиальный подход к созданию игры Потрясающий дизайн и графические возможности движка Обеспечили разработчикам признание не только в России, но и за рубежом В нашей стране игру издает 1С А в остальном мире — знаменитые Codemasters А эти ребята, как известно, просто так деньги в проекты не вкладывают Сегодня в Game Secret Игра «Звездные войны. Рыцари Старой Республики» Эх, давненько я хотел разобраться с этой РПГшкой Как? Вы тоже так и не смогли пройти даже первые уровни этой ужасной игры? Что ж, вот вам парочка кодов, которые превратят этот претенциозный продукт в настоящий аркадный слэшер Итак, редактируем файл svkator.ini Добавляем туда строку enablecheats равно 1 Далее в игре апострофом вызываем консоль и вводим следующие коды Не забывая при этом определять требованный эффект цифрами от 10 до 999 Сказать, что оригинальный проект Кеди Лэб под названием «Периметр» был обделен вниманием общественности Значит, пойти поперек истины Он успел покрасоваться на обложках и разворотах глянцевых журналов И даже засветиться на Е3 Итак, место действия Земля Время – ближайшее будущее В обществе появились особые медиумы Так называемые ученые-пророки – спириты В начале третьего тысячелетия их опыты привели к открытию нового измерения Расположенного рядом с Землей Но до сего момента не фиксируемого никакими приборами И в которое можно было попасть только при помощи построенных при содействии спиритов порталов Влияние человеческого самосознания на эти психоделические миры было весьма велико само по себе Можете представить, какая получилась реакция, когда люди вступили в непосредственный контакт с новым миром И начали неосознанно выплескать на него свои негативные эмоции Чуждая человеку среда, подвергшаяся внезапной атаке бурлящих в умах страстей, тут же нанесла ответный удар Перед взором людей стали появляться порождения их кошмаров, которые прозвали скверны Графика в периметре производит самое приятное впечатление Не зря она так восторгала критиков и вызывала острые приступы зависти конкурентов Ландшафты, словно сделанные из гофрированной бумаги, раскрашенные в самые неожиданные цвета Больше всего напоминают вангеров, которые наконец-то переехали в полное 3D К реальному освещению теням, ярким спецэффектам придраться также нельзя Чего нельзя, увы, сказать о размере юнитов Которые в большинстве приходится рассматривать через глупу Делаем вывод Мы получили вдумчивую и интересную игру К сожалению, далеко не столь революционную и ураганную, как ее преподносят в прессе Но вполне играбельную Насчет мирового признания меня терзают смутные сомнения Но то, что на российском рынке периметр не останется незамеченным, это точно Периметр уже продается в фирменных отделах Гигабайт Не пропустите эту игру Мы продолжаем Жду вас через минуту в блоке консольных игр Вы смотрите телевизор, слушаете музыку или работаете за компьютером И никак не можете оторваться Знаем, вы побывали в Гигабайте Широчайший ассортимент самых качественных видеофильмов Компакт-дисков, DVD, программного обеспечения и обучающих программ Новые поступления каждую неделю Компания Гигабайт Строители 16КДМ Маркет Красноармейский 64 Торговый центр Майс А теперь и новые магазины по адресам Ленина 63А, магазин Арбат Ленина 100, магазин Заря В Новоалтайске Октябрьская 13 Зайди, засиди Не секрет, что Sega Mega Drive 2 до сих пор является самой популярной 16-битной игровой системой на планете А игры для этой приставки до сих пор живут в сердцах миллионов геймеров по всему миру Пик развития 16-битных систем пришелся на середину 90-х Именно тогда вышла игрушка Mortal Kombat 3 Позволим себе повернуть время вспять и вернуть этот эпохальный файтинг на экраны наших телевизоров Итак, Mortal Kombat 3 Игра увидела свет в 1995-м, когда Sega находилась на пике своего развития Mortal Kombat представляет собой вполне типичный файтинг с огромным разнообразием самых разных персонажей Как новых, так и перекочевавших из предыдущих серий Цель игры — участие в нелегальных смертельных боях, выступая против лучших бойцов реального и потустороннего мира Вы участвуете в турнире, а в конце вам предстоит сразиться с самим повелителем тьмы — Шао Каном Самой сильной стороной игры была графика и потрясающая по тем временам анимация героев Разработчики Sega применили революционную технологию — прообраз современного motion capture Результаты не заставили себя ждать Миллионы и тиражи Mortal Kombat 3 сделали Sega одной из самых влиятельных корпораций в игровом мире А Mortal Kombat так и остался непревзойденным эталоном файтинг-игр Прочно завоевав любовь десятков миллионов геймеров Огромный выбор игр для видеоприставок вы найдете в отделах сети Мир Видеоигр Адреса магазинов компании вы видите на своих экранах Любой адепт консолей найдет в отделах фирмы что-то свое Фирменный магазин Мир Видеоигр в торговом центре Вавилон по адресу проспект Красноармейский, 72 Предлагает огромный выбор картриджей для NES и Mega Drive 2 Диски для Dreamcast и Sony 1 И, конечно, самые свежие хиты для Sony 2 Компания THQ, подарившая миру немало знаменитых игр в сотрудничестве с Radical Entertainment Представила новый проект для PlayStation 2 – Dark Summit Благодаря успеху SSX, многие разработчики обратили внимание на сноубординг Как на новую ветвь развития спортивного жанра Наверное, нет ничего дающего столько кайфа, как катание на сноуборде Горные лыжи, снегоходы – все это здорово, но катание на доске по снежным склонам вне конкуренции В Dark Summit представлено шесть персонажей Выбрав понравившегося бордера, можно начинать покорение снежных вершин Игра состоит из четырех гоночных трасс Каждая из них уникальна, включая свои ловушки и хитрости Dark Summit включает 45 непохожих друг на друга миссий Наиболее слабым звеном, как ни странно, оказалась музыка Большинство музыкальных композиций просто не подходят игровому процессу Не соответствуют его атмосфере По всей видимости, разработчики стремились воссоздать атмосферу 80-х Включая стреклист композиций техно В целом же Dark Summit – отличная игра с несущественными минусами На которые любители виртуального сноубординга просто не обратят внимания Игроков, полюбивших SSX, ожидает новая, неожиданная лавина приключений И немало веселых минут Если вы хотите сами попробовать себя на поприще сноуборда Разумеется, играя в Dark Summit Вы можете прямо сейчас получить эту игру Разумеется, если правильно ответите на мой вопрос Какая знаменитая компания разработала этот борт-симулятор? Если вы внимательно смотрели передачу, то должны знать ответ на этот вопрос Присылайте свои варианты на пейдж редакции Ну а первый, ответивший правильно, получит этот диск от мира видеоигр Ну а я на этом прощаюсь До встречи через неделю Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok